всем привет друзья ну что сегодня будет практический полезный материал для тех кто будет делать ремонт а именно мы сегодня поговорим про плинтус как под потолочный карниз так и напольный плинтус эта тема которая беспокоит практически каждого человека который собирается делать ремонт и я огромное количество комментариев вижу и на ю тубе по этой теме и мне в личку часто спишь пишут вопросы по этой теме поэтому решил в этом ролике подробно об этом поговорить усаживайтесь поудобнее ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить видео и поехали итак начнем зачем нужен плинтус на потолке карниз или на полу в целом есть три основных причины первая причина технологический зазор между полом и стеной он необходим особенно если у нас на полу например паркетная доска инженерная доска либо все что связано с деревом дерево это живой материал он дышит соответственно доска ссыхается и сужается или наоборот набирает влагу и расширяется из-за этого она будет гулять и вот этот зазор он необходим для того чтобы движение доски было вторая причина это скрыть огрехи ремонта и сделать вообще аккуратно стык между полом и стеной и между потолком и стеной это крайне сложная задача именно по этой причине минимализм сам по себе стоит дороже в исполнении чем около классический интерьер без каких-то лишних деталей и функция карниза или плинтуса зачастую нужно для того чтобы все неровности мы просто прикрываем поэтому строители часто любят применить стандартное решение и не любят заморачиваться со скрытыми плинтусами не все конечно но никому не хочется сильно заморачиваться за работу третья причина который я думаю вы наверняка не воспользуетесь но все же иногда в плинтусе прячут провода и если проводки заранее не продуманы все детали и нужно добавить где-то розеток то иногда дополнительную проводку проводят плинтусе или даже иногда в карнизе и это нас иногда спасает но друзья я думаю что мы все подходим к интерьеру правильно заранее все продумываем да все рассчитываем делаем проект все как надо и тогда нам это третья причина вообще не нужно вот друзья если вы собирались освоить профессию дизайнер интерьера или у вас есть задача сделать интерьер своего дома квартиры и вы не хотите обращаться в дизайн-студию хотите разобраться с этим самостоятельно и возможно даже этим заняться профессионально у нас есть курс профессия дизайнер интерьера сейчас это как никогда актуальная тема потому что объем сдачи недвижимости в россии достиг просто рекордных значений помимо этого огромное количество людей покупает недвижимость за рубежом и ищет на данный момент дизайнеров интерьера вообще порталы профи.ру яндекс услуги различные такие порталы пестрят объявлениями и можете сами проверить какой большой спрос на разработки в дизайне интерьер и на нашем курсе вы можете освоить поэтапно создание дизайн-проекта и вы изучите как раз таки то что необходимо для того чтобы создать профессионально дизайн-проект своего интерьера все тренды и эти тренды уже будет для вас вторично потому что вы будете понимать основы композиции понимать как строится эргономичный и удобный интерьер по каким законам и размерам и все это мы будем с вами проходить на практике в момент прохождения курса все подробности будут ссылки в описании переходите и регистрируйтесь на курс итак у нас есть три причины давайте разбираться какие плинтусы бывают и как их правильно использовать начнем друзьям из потолочного плинтуса или карниза чаще всего его применяют для того чтобы опять же скрыть огрехи стены но с ним можно применить определенные крутые фишки такие как парящий потолок или парящий пол это касается и потолочного плинтуса и собственно напольного плинтуса что это такое мы можем карниз не доводить до стены а сделать зазор между стеной и карнизом у нас получится некая такая ниша небольшая как я говорил в роликах анти трендов не стоит делать слишком большие вот эти расстояния для того чтобы сделать парящую стену а можно отступить буквально несколько сантиметров от стены и оставить такой зазор дополнительно вставив туда подсветку у нас получается эффект парящего потолка и потолок как бы за счет света отсоединяется от стены мы их разъединяем то же самое можно сделать и с напольным плинтусом а про скрытые плинтуса я расскажу чуть дальше если мы берем обычный напольный плинтус то в напольном плинтусе тоже может быть ниши с подсветкой и из плинтуса на стену может бить подсветка который тоже создаст хоть немного но тоже эффект парящий стены это решение такое спорное но так или иначе его тоже можно использовать если вы хотите добиться этого эффекта но при этом бюджет у вас ограничен на какие-то встроенные решение встроенный плинтус а если брать по эффект вот этой парящей стены то лучше всего его добиваться с помощью теневого профиля в чем суть его теневого профиля и как его сделать теневой профиль это по сути некая ниша который отделяет пол и стену или потолок и собственно стену давайте разбираться с полом на полу мы заводим паркетную доску до стены оставляем технический зазор и к стене мы наращиваем пару листов гипсокартона таким образом у нас создается ниша для того чтобы завести пол вот в эту вот нишу эту нишу мы закрываем металлическим уголком все это делается на этапе черновых работ это может быть не обязательно листы гипсокартона так или иначе вы будете точнее строители будут выравнивать стены штукатуркой и можно заранее если прям сильно заморочится можно заранее все прямо рассчитать продумать какая будет стяжка пола и все остальные моменты когда все расстояния известны мы уже можем выкладывать вот этот уголок и сверху уголка штукатурить стены таким образом у нас формируется вот это вот ниша и мы можем использовать его в качестве теневого шва если мы используем гипсокартон то по сути то же самое мы выкладываем уголок металлические ставим листы гипсокартона у нас образуется ниша эту нишу и сам металлический профиль лучше использовать черного цвета таким образом формируется тень естественная тень и черный цвет дает глубину и мы не понимаем где заканчивается вот эта ниша мы не видим ее края таким образом создается вот этот эффект парящей стены также в металлическом профиле может быть подсветка и если мы усиливаем это еще подсветкой и она в собственно ярко светит нам в общем то не в глаза вот подсвечивает пол то эффект парящей стены усиливается еще больше помимо этого если брать потолки на потолках такая же история допустим у нас есть гипсокартонный потолок и есть специальный профиль который создает теневой шов для гипсокартонного потолка как выглядит этот теневой профиль у нас получается металлический профиль который держится к стене крепится у него получается вот такая ниша даже внутри этой ниши есть специальная подсветка например в центр свете есть такое решение, когда вот этот потолочный профиль специальный, и в него внутри вставляется подсветка, зашивается это все гипсокартоном, получается аккуратненькая ниша, как бы потолок чуть-чуть не доходит до стены, и формируется вот это отделение, аккуратный шов между стеной и потолком. Теневой профиль решает все задачи плинтуса. Во-первых, он закрывает огрех ремонта, и реально сделать с этим уголком можно гораздо аккуратнее, нежели просто стыковать потолок и стен. Помимо этого, мы решаем задачу с полом, и если у нас паркетная доска, то у нас остается теневой шов и вот этот зазор от стены до материала пола, и пол может спокойненько гулять, мы даже не увидим вот эти вот деформации, все будет выглядеть аккуратно. Поэтому теневой шов must love, крутое решение, применяйте, очень эффективно работает. Натяжной потолок тоже имеет свой теневой шов, и есть специальный механизм, именно, кстати, вот такой механизм я рекомендую использовать, если вы используете натяжной потолок. Как правило, в натяжных потолках есть проблема. Мы, когда стыкуем его со стеной, то образуется вот такой вот стремный шов, да, между стеной и потолком. И этот шов обычно прикрывают вот таким вот стремным пластиковым уголком, он даже не пластиковый, он силиконовый, гибкий такой, и, в общем, выглядит это все немного страшненько. И вот тут лучше, друзья, не экономить. Это напрочь испортит интерьер, если вы сделаете вот этот вот непонятный плинтус, который идет с натяжными потолками. Лучше использовать механизм, опять же, теневого шва, он называется краб, или есть еще другие названия, но суть его проста. Это такой же металлический профиль, который, собственно, устанавливается на стену, и мы, в общем-то, образуем такой же теневой шов, и от края этого металлического уголка натягивается потолок. И в итоге мы получаем тоже аккуратненькую нишу, такую же, как при потолке гипсокартона. Это тоже эффективное и крутое решение. Поэтому используйте на здоровье. Следующий способ сделать плинтус незаметным, это так называемый скрытый плинтус. Классический скрытый плинтус заключается в том, что мы делаем то же самое, что и с теневым швом, но только этот теневой шов становится выше на стене. То есть он вместо, там, двух сантиметров становится уже сантиметров, там, пять, шесть, десять, в зависимости от высоты плинтуса, который мы будем встраивать. Это такой же профиль, который устанавливается в нишу, точно так же наращивается стена, и внутри вот эта вот полость, вот эта ниша заполняется, по сути, таким же обычным плинтусом. Он устанавливается внутрь, и у нас получается сам плинтус заподлицо со стеной. Визуально он все равно виден, это не такое изящное решение, как теневой профиль, потому что плинтус этот будет видно, и вот это разделение между плинтусом и стеной, оно всегда видно. И сделать его там аккуратно тоже иногда сложно, поэтому лучше здесь не колхозить. Мы пробовали разные эксперименты для того, чтобы оптимизировать бюджет, пробовали делать самостоятельно эти скрытые плинтусы и самостоятельно как-то делать уголки, но нет ничего лучше, чем заказать у производителя, который занимается непосредственно этими плинтусами, заказать и сам профиль, и плинтус, который вставляется внутрь. Тогда это решение будет аккуратнее. Как я говорил в видео про антитренды, это решение уже себя изъело и, можно сказать, уже поднадоело всем эти скрытые плинтусы везде, поэтому вы можете смело использовать какие-то альтернативные решения, например, теневой профиль. Теневой профиль, по своей сути, будет даже бюджетнее, чем скрытый плинтус, который вы заказываете у производителя, который является качественным и будет выглядеть хорошо и аккуратно. Так, двигаемся дальше. Есть еще такой вид скрытого плинтуса, который образует точно также теневой зазор, и внутрь него не вставляется никакого дополнительного плинтуса, а это просто металлический профиль. Только особенность этого металлического профиля в том, что в конце как так называемая такая лапка, которая закрывает зазор между полом и стеной. И у него вот такая вот причудливая форма. Мы, честно говоря, такое решение ни разу не использовали. Плюс его в том, что можно вставить опять же туда подсветку в этот профиль и получится опять же такой эффект парящего потолка. Но лично меня смущает немножко вот эта лапка, которая и в целом металлический сам по себе профиль выглядит немножко неестественно. Как по мне, теневой шов с черной такой аккуратной нишей будет выглядеть гораздо лучше и эффективнее. Давайте поговорим о том, какие еще есть замены и альтернативы плинтуса. На самом деле решение, которое тоже может быть очень стильным и интересным, это вместо плинтуса использовать плитку. Да, конечно, это можно сделать и колхозно. Например, завести просто кусок плитки в качестве плинтуса и оставить как есть. Тогда вот этот вот собственно торец плитки будет виден. Это как всегда выглядит неаккуратно и вообще аккуратно это обработать краской или еще как-то достаточно сложно. Конечно, можно использовать какой-нибудь уголок металлический, который скроет вот эти неровности торца плитки, но лучше всего сделать это решение заподлицо со стеной. Если мы опять же наращиваем чуть-чуть стену на толщину плитки и мы встраиваем плитку внутрь и при этом закрываем это каким-нибудь металлическим аккуратненьким тоненьким уголком профилем, да, то можно это сделать очень аккуратно и стильно и выглядит достойно. Очень прикольно выглядит, например, когда какая-нибудь однородная плитка или плитка под мрамор заходит на стену не просто чуть-чуть там на пять сантиметров на десять, а достаточно сильно там сантиметров на 20-30 и может быть даже больше. А дальше начинается, например, какая-нибудь деревянная панель и если это все из одного материала, как и пол, сама плитка заходит, то это может действительно в каких-то случаях очень круто сработать. Также это неплохо работает в классических интерьерах, когда мы часть плитки заводим на стену, также часть плитки заводим на пол, а дальше идет у нас паркетная доска. Опять же, стыкануть паркетную доску и плитку тоже надо уметь правильно сделать. Опять же, нужен какой-нибудь шов металлический или пробковый компенсатор, как вариант, но это решение тоже имеет место быть. Помимо этого, часто используется достаточно бюджетное простое решение, это заложить пробку, пробковый компенсатор на стыке между стеной и непосредственно материалом пола. Это может быть паркетная доска. Пробка сама по себе мягкий материал и поэтому за счет вот этой своей эластичности она дает гулять доске и вот этот вот технический зазор, который необходим для того, чтобы доска расширялся, закрывается вот этой мягкой пробкой. Это тоже может быть решение. Пробковые компенсаторы бывают разные. Они могут быть лакированы непосредственно в компенсаторы специально для того, чтобы закрыть стык. Это уже готовое изделие. Также бывает и жидкая пробка, когда прям выдавливается непосредственно пробка на стык и получается тоже таким образом закрыть стык между материалами или между стеной и паркетной доской. Но жидкая пробка, как правило, сделать ее аккуратно крайне сложно. Она не имеет такой ровной поверхности и в общем-то будет выглядеть не очень эстетично. Поэтому я лучше рекомендую использовать пробку компенсатор. Помимо этого можно использовать металлические профили. Например, мы можем доску завести практически до стены, подложить под доску п-образный уголок. У нас под доской будет металл, потом он заходит на стену и потом закрывает доску сверху. Таким образом мы закрываем все огрешности и, собственно, делаем аккуратный стык. У нас получается небольшая тоненькая полоса металла по периметру стены и пола. И, собственно, мы решаем те задачи, которые решает плинтус. Это решение мы практически никогда не использовали. Все-таки эстетика под вопросом. Металлический вот этот хромированный уголок — это все равно уголок. И выглядит это немножко как бы так колхозненько. Делать это из черного металла, либо из какого-то другого, все-таки не так эффектно выглядит, как, собственно, теневой профиль тот же самый, либо скрытый плинтус. Но если бюджет ограничен, решение тоже может имеет место быть. Что же делать, если у нас плинтус уже понятен, он накладной, мы не будем его делать встроенным. Каким образом его покрасить, в какой цвет, как правильно это использовать, как с помощью плинтуса визуально изменять решение в интерьере и делать некие такие визуальные обманки. Во-первых, чаще всего используется плинтус напольный в цвет стен для того, чтобы не уменьшать высоту потолка и для того, чтобы максимально плинтус скрыть. Это тоже визуальный эффект, который можно применять и не обязательно делать скрытый плинтус непосредственно скрытым, его можно сделать визуально скрытым и просто покрасить цвет стен такой же краской. Это тоже отличное решение. Но что же делать с плинтусами, которые мы накладываем на стену, да, и у нас обычный плинтус накладной, но при этом скрытая дверь. Скрытая дверь не подразумевает наличников и применяется обычно в современных интерьерах там, где не предусмотрен как таковой обычный плинтус, чаще всего применяется скрытый. Но это не значит, что нам обязательно нужно использовать скрытый плинтус в случае скрытых дверей. Решение может быть разным. Например, мы заводим обычный плинтус и для того, чтобы сделать вот этот аккуратный стык и нам завершить как-то профиль этого плинтуса, если мы его просто разрежем и обрежем на месте скрытой двери, то мы увидим торец плинтуса. Как правило, он не будет аккуратным. Я бы сказал, совсем неаккуратно. Решений есть два глобально. Первое решение это сделать запилу под 45 градусов и плинтус получается завернуть к полу. Таким образом мы его завершим. Это первое решение. Такое решение подойдет не с классическими плинтусами, которые имеют какие-то рельефную поверхность и различные молдинги и декор, а подойдет для простого прямоугольного плинтуса. Таким образом мы его аккуратно завершим и будет все окей, выглядит все аккуратно. Второй вариант это, допустим, если мы используем классический плинтус и у нас есть все-таки вот эти вот рельефные решения и молдинги, различный декор, то мы можем завести на скрытую дверь непосредственно этот плинтус и наша дверь также скрывается в стене и будет незаметной. В этом случае для того, чтобы дверь открывалась, нам нужно подпилить немножко под 45 градусов и даже больше, плинтус с той стороны, где стоят петли. Подрезая плинтус, мы создаем возможность открытию двери и, собственно, мы можем использовать тогда плинтус на непосредственно двери и накладывать его туда. Что делать, если у нас плинтус накладной обычный? В какой цвет его красить для того, чтобы визуально правильно сделать все в интерьере? Правильного ответа нет. На самом деле все зависит от дизайна, но так или иначе есть определенные советы. Во-первых, если у нас высокие потолки и нам нет необходимости их визуально увеличивать, напольный плинтус мы можем красить в принципе в любой цвет, все зависит от дизайна. Если хотим задать динамики интерьеру, мы можем сделать плинтус контрастным и сделать его вообще черным в белом интерьере. Такое бывает, такое можно делать, но нужно иметь определенные навыки для того, чтобы это сделать правильно. Ведь такой контрастный плинтус нужно чем-то поддерживать, какими-то другими контрастными элементами в интерьере. Поэтому это должно быть комплексное решение, и вся цветовая гамма должна быть разработана комплексно. Если мы хотим просто визуально скрыть плинтус, то мы можем покрасить в цвет стен плинтус, и таким образом у нас получится как бы скрытый, но визуально. Также мы можем, если говорить про потолочный плинтус и карниз, то здесь поинтереснее. Если мы покрасим потолочный плинтус цвет стен, то мы визуально увеличим высоту пространства, точнее увеличим визуальное восприятие этой высоты. Ведь мы будем видеть продолжение стены на потолке. Таким образом, выделяя его в цвет стен, мы увеличим визуально пространство в высоту. Если у нас задача наоборот понизить помещение, бывает такое, что помещение небольшое по своему объему, но очень высокое, то мы можем цвет карниза потолочного плинтуса покрасить цвет потолка, выделить его, например, белым. Тогда потолок будет увеличиваться в своем визуальном виде, да, он будет переходить на стены, и визуальная высота помещения уменьшается. Принцип простой, можно также применять и экспериментировать. Также пару лайфхаков о том, как использовать плинтус и сделать его оптимальнее и дешевле. В классических интерьерах, когда идут высокие плинтусы, это выглядит очень красиво, очень статусно и прикольно. И зачастую для того, чтобы вот этот эффект создать, не обязательно покупать дорогой высокий плинтус, там, из дерева или из МДФ, а можно сделать следующим образом. Мы делаем обычный плинтус с небольшим рельефом внизу, высотой 10 сантиметров, дальше, ну или там 10, там 8, неважно. Дальше мы закрашиваем кусок стены в цвет плинтуса и накладываем молдинг, просто полосочку, которая будет на высоте примерно там также 10 сантиметров от нижнего плинтуса. Мы это все закрашиваем в один цвет и визуально вуаля получается высокий дорогой плинтус. Вот таким способом можно сделать и на потолке. На потолке карниз точно так же, не обязательно заказывать какой-то супер дорогой и большой по высоте карниз. Мы можем вставить обычный карниз и точно так же поставить молдинг ниже сантиметров на 5-10, и покрасить это все вместе со стеной в один цвет. Визуально будет дорогой карниз, высокий, все классно работает. Такое решение, кстати, делали ребята во взоре квартиры в Казахстане, в Алматы. Дизайнеры разработали как раз таки стили такого советского mid-century с помощью современного стиля и там они как раз применили это решение. Если не видели, переходите, посмотрите этот ролик. Ну что, друзья, я надеюсь, эти советы были практичными и вы сможете их применить в своих интерьерах. И я думаю, что большое количество вопросов я закрыл по поводу выбора плинтуса, какие они бывают и как их применить. И если вдруг возникли еще вопросы по этой теме, то пишите в комментариях внизу, я постараюсь на них ответить. И как всегда ставьте лайки, если было полезно. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока.